Все на слуху. Военные, 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 может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам молчать, чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет, а где же вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже анализирую свои шаги и поступки, часто думаю, ну может быть мы излишне людям об этом говорим. А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я не думаю и просто убежден, что никакой горячей войны не будет, уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать, ну я думаю, Павел, ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее. Я свою тактику пограничных войск до сих пор помню. Поэтому я не думаю, что если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, не подошли к этой войне. Но людям надо говорить, чтобы они понимали, что в любой момент, они же нас щупают, то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только вот война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана, это гибридная война после этого мятежа. Но нам придется и осуществлять серьезный контроль за деятельностью армии. Ну, кому как ни вам, знать, что происходит в войсках. Но тут уже вы не должны в обнимку ходить с теми, кто вас рекомендовал. Вы уже человек президента, и вы моими глазами должны смотреть на вооруженные силы. Не только на армию. Поэтому вчера они вас рекомендовали, а завтра они должны понимать, что вы должны быть объективным человеком по отношению к вооруженным силам. Есть, есть, есть.